Когда немецко-фрошистские захватчики вторглись в пределы нашей Родины, советская авиация стала на защиту священных рубежей нашей страны. Вступили в бой истребители Поликарпова И-15 и И-16, прославившие себя на Халхенголе и на Хасане. В схватку с фашистской авиацией вступили новые скоростные истребители Микояна Гуревича МиГ-3, Яковлева Як-1, Лавочкина ЛАГ-3. Бомбардировщики Ильюшина, Петлякова, Туполева, Бартини Ермолаева, Сухова наносили сокрушительные удары по коммуникациям, скоплениям техники и живой силе врага. КОНЕЦ Красной бомбардировщик СБ Красной бомбардировщик СБ Тяжелые дальние бомбардировщики П-8. Они принимали участие в налетах на глубокие целы противника. КОНЕЦ В данных рейдах по тылам врага участвовали бомбардировщики ГЕР-2. Массовым дальним бомбардировщиком в течение Великой Отечественной войны служил самолет Ильюшин-4. КОНЕЦ Крупные соединения Иль-4 пересекали линию фронта и наносили врагу массированные бомбовые удары. КОНЕЦ Активные боевые операции выполнял фикирующий фронтовой бомбардировщик Петляков-2. КОНЕЦ Бомбометание с пикирования сделало его особенно эффективным. КОНЕЦ КОНЕЦ Особое место в боевых действиях советской армии занимал бронированный штурмовик Ил-2. Ни одна армия мира не имела таких самолетов. КОНЕЦ Черной смертью называли его враги. В победоносном наступлении советской армии и разгроме гитлеровской Германии большую роль сыграл новый скоростной бомбардировщик Туполев-2. В течение Великой Отечественной войны опытно-конструкторским бюро в содружестве с научно-исследовательскими институтами велась упорная работа по повышению боевых качеств советской авиации. В результате этого в условиях непрерывного массового выпуска боевых самолетов удалось значительно повысить их летные данные. Усовершенствованные истребители Яковлева вели успешные бои стражескими истребителями и бомбардировщиками. Хорошими летными данными отличались истребители Лавочкина. Им значительно уступали новейшие немецкие истребители Оке Вольф-190. До последнего дня Великой Отечественной войны истребители Лавочкина и Яковлева неизменно господствовали в воздухе. Лавочкина и Яковлева Учебный самолет У-2 является колыбелью всего молодого поколения советских летчиков. В летных школах военно-воздушных сил Красной Армии и в аэроклубах предприятий юноши и девушки обладевали летным искусством, летая на самолете У-2. Первый советский самолет первоначального обучения У-2 построен как одномоторный двухместный биплан расчалочной конструкции с двойным управлением. Творцом самолета является доктор технических наук, герой социалистического труда Николай Николаевич Поликарпов. Опытный самолет изготовлен на заводе номер 39 в 1928 году. Государственные испытания самолет прошел в НИИ ВВС в 1929 году и был принят на вооружение как учебный самолет первоначального обучения. Четыре одинаковых по форме и площади несущих поверхности деревянной конструкции с полотняной обшивкой составляют однопролетную бипланную коробку крыльев, расчаленную лентами и И-образными стойками. Коробке крыльев придан поперечный угол 5 градусов. Верхнее крыло вынесено вперед на 800 миллиметров. Размах верхнего крыла больше нижнего за счет разницы размеров центроплана и фюзеляжа. Прямоугольного сечения фюзеляж выполнен из дерева, как пространственная расчалочная ферма, обшитая в передней части фанерой, а сзади полотном. Съемный стабилизатор с рулями имеет площадь 5,05 квадратных метра. Съемный киль с рулем поворота имеет площадь 1,67 квадратных метра. Общая длина самолета 8 метров 170 миллиметров. Шасси самолета в полете не убирается. Амортизация выполнена из шнуровой резины. На самолете установлен звездообразный пятицилиндровый воздушного охлаждения мотор М11Д. Максимальной мощностью у земли 125 лошадиных сил. Мотор М11 невысотный. Мощность его с поднятием на высоту падает. Бензобак полной емкостью 125 литров помещается за противопожарной перегородкой. Маслобак емкостью 21,5 литра установлен позади мотора. Вес пустого самолета на колесах 752 килограмма. Установка лыж увеличивает вес всего на 6 килограммов. Центр тяжести пустого учебного самолета лежит на 30,4% средней аэродинамической хорды. Нагрузка самолета составляется из веса летчика, пассажира, бензина и масла. Нормальный полетный вес учебного самолета равен 1012 килограммам. Центр тяжести груженного учебного самолета лежит на 31,15% средней аэродинамической хорды. Незначительная нагрузка на квадратный метр обеспечивает учебному самолету хорошие летные характеристики. Мотор заводится проворачиванием винта рукой или при помощи шнурового амортизатора, а также автостартером. Обе кабины самолета оборудованы приборами контроля работы мотора и самолета вождения. Самолет рулит легко и хорошо слушается рулей. Взлетные свойства самолета позволяют использовать аэродромы и площадки небольших размеров. Субтитры создавал DimaTorzok Наибольшая скорость самолета у Земли 152 километра в час. Ввиду того, что на самолете установлен невысотный мотор, скорость самолета с поднятием на высоту уменьшается. Субтитры создавал DimaTorzok Скороподъемность самолета У-2 является вполне достаточной для учебного самолета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самолете У-2 ученик усваивает не только технику простого пилотирования, но и фигуры высшего пилотажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие летные данные учебного самолета позволили использовать его и для других целей после соответствующих переделок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оборудованный закрытой кабиной, самолет У-2 применяется как трехместный пассажирский самолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время Отечественной войны успешно используются варианты. Санитарный самолет, самолет связи и бомбардировочный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самолет У-2 в варианте самолета связи, конструктивных изменений не имеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для обороны от воздушного нападения на самолете установлен подвижный пулемет ШКАС калибра 7,62 мм с непрерывным питанием. Боезапас пулемета 250-400 патронов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть бомбодержателей укреплены снизу под крылом и фюзеляжем для подвешивания специальных кассет под мелкие бомбы и другие калибры весом от 25 до 100 килограммов. Максимальная суммарная бомбовая нагрузка 350 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для прицельного бомбометания в правом крыле сделан вырез. Посадочная фара и аэронавигационные огни обеспечивают производство ночных бомбардировочных полетов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для целей обороны штурман располагает подвижным пулеметом ШКАС с магазинным питанием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дополнительная нагрузка от бомбардировочного вооружения, стрелкового вооружения и добавочного оборудования увеличила полетный вес до 1400 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом полетном весе центр тяжести самолета лежит на 37% средней аэродинамической хорды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взлетные свойства нагруженного бомбардировочного самолета изменились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для транспортировки больных или раненых закрытый фюзеляж самолета рассчитан на два места. Кроме двух мест фюзеляжа, на самолете могут быть использованы для носилочных раненых еще два места в виде съемных кабин конструкции инженера Бакшаева, устанавливаемых на крыло. Каждая кабина Бакшаева, состоящая из обтянутого полотном деревянного каркаса, крепится к лонжеронам крыла четырьмя хомутами. Их установка и закрепление занимает всего 20-30 минут. Оборудованный таким образом санитарный самолет производит переброску больных или раненых из района расположения полевого госпиталя в тыл. Доставка эвакуируемых на аэродром производится в санитарных автомашинах. Каждая кабина вмещает одного носилочного раненого, погрузка которого совершается очень просто и легко. Под откидным колпаком фюзеляжа могут быть размещены один раненый на носилках и другой на сидении впереди носилок. Погрузка носилок в фюзеляж происходит также легко и удобно. В случае необходимости место сидячего раненого занимается врачом. Предельно нагруженный санитарный самолет имеет полетный вес 1472 килограмма. С этой нагрузкой центр тяжести самолета лежит на 39,9% средней аэродинамической хорды. Быстротой оказания медицинской помощи спасено немало жизней бойцов и командиров Красной Армии. Увеличение полетного веса и лишние аэродинамические сопротивления модифицированных самолетов значительно снизили их горизонтальные скорости полета. По сравнению с учебным самолетом намного снизился практический потолок модифицированных самолетов и увеличилось время подъема на высоту. Самолеты У-2 с мотором М-11 продолжают успешно нести службу по обороне социалистической родины. Субтитры создавал DimaTorzok Одномоторный двухместный полутораплан Р-5 смешанной конструкции долгое время состоял на вооружении воздушных сил Красной Армии в качестве разведчика, легкого бомбардировщика и учебно-тренировочного самолета, допускающего выполнение всех фигур пилотажа, кроме двойного переворота. Опытный самолет был изготовлен на заводе номер 25 в конце 1927 года под руководством конструктора, героя социалистического труда Николая Николаевича Поликарпова. У самолета Р-5 фюзеляж, крылья и хвостовое оперение деревянные, а моторная установка, шасси и костыль металлические. Фюзеляж представляет собой прямоугольную пространственную деревянную ферму с фанерной обшивкой. В средней части фюзеляжа оборудованы кабины для летчика и штурмана. К передней части фюзеляжа крепится коробка крыльев, а к задней – хвостовое оперение. Верхние крылья стыкуются с центропланом, который посредством стоек и расчалок крепится к фюзеляжу. Верхние и нижние крылья двухлонжеронные с полотняной обшивкой. Крылья между собой связаны N-образными профилированными металлическими стойками и лентами-расчалками. Верхнее крыло по отношению к нижнему вынесено вперед на 550 миллиметров. Элероны имеются только на верхнем крыле. Управление элеронами дифференциальное. Размах верхнего крыла – 15,5 метра. Общая площадь крыльев – 50,2 квадратного метра. Полная длина самолета – 10 метров 560 миллиметров. Хвостовое оперение самолета нормального типа. Стабилизатор с управляемым в полете установочным углом крепится к келю и фюзеляжу расчалками. Площадь горизонтального оперения – 6,64 квадратного метра. А площадь вертикального оперения – 2,22 квадратного метра. Шасси самолета не убирающиеся, полуосные, с тормозными колесами и амортизацией из пакетов резиновых пластин. Костыль имеет шнуровую амортизацию. На самолете установлен 12-цилиндровый мотор жидкостного охлаждения М17Б номинальной мощностью 500 лошадиных сил. Высотность мотора 2450 метров. Мотор закрыт капотами. Водорадиатор размещен позади и снизу мотора. Для регулирования охлаждения радиатор сделан выдвижным с механическим управлением от летчика. Два бензиновых бака из оцинкованного железа, емкостью по 255 литров каждый, размещены в центроплане. Бомбы калибром 100 килограммов подвешиваются к самолету на шести наружных держателях. Нормальная нагрузка 400 килограммов. Иногда сюда подвешиваются кассеты для грузов. Под обшивкой верхней передней части фюзеляжа устанавливается синхронный пулемет ПВ-1. Задняя полусфера обстреливается штурманом из турельного пулемета ДТ с магазинным питанием. Самолет оборудован радиостанцией с выпускной антенной, установленной в кабине штурмана. Питание рации происходит от установленного на крыле генератора, работающего от встречного воздушного потока. Вес пустого самолета 2108 килограммов. Центр тяжести пустого самолета лежит на 23,9% средней аэродинамической хорды. Нагрузка самолета состоит из бензина, масла, бомбовой нагрузки и экипажа. Нормальный полетный вес с 400 килограммами бомб равен 3351 килограмму. При этом весе центр тяжести самолета лежит на 35,8% средней аэродинамической хорды. При нормальном полетном весе удельная нагрузка составляет 67 килограммов на квадратный метр. На самолете установлен двухлопастный деревянный винт. Запуск мотора обычно производится автостартером. Самолет при рулении легко маневрирует, так как костыль связан с рулем поворота. Длина разбега 300-400 метров. Нагруженный самолет отрывается на скорости 115-125 километров в час. Максимальная скорость самолета у Земли 210 километров в час. С поднятием на высоту скорость самолета увеличивается и на высоте 3000 метров достигает 230 километров в час. Начиная с этой высоты скорость самолета убывает. За боевой разворот самолет Р-5 набирает 50-70 метров высоты. Дальность полета 1050 километров. Посадочная скорость 95 километров в час. Самолет Р-5, как боевой самолет, устоял еще задолго до Отечественной войны. Несмотря на это, самолет Р-5 в руках советских летчиков успешно выполнял задания по ночному бомбометанию во время боев в Финляндии и в Отечественной войне. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самолет ТБ-3 является первым советским многомоторным, многоместным тяжелым бомбардировщиком цельнометаллической конструкции. Опытный самолет построен в 1930 году конструкторским отделом сектора опытного самолета строения ЦАГИ. По проекту лауреата Сталинской премии профессора Андрея Николаевича Туполева. По конструкции самолет ТБ-3 представляет собой моноплан с низкорасположенным крылом. Крыло самолета 4-х лонжеронное с обшивкой из гофрированных дюралевых листов. Размах крыла 39,5 метра. Площадь крыла с элеронами 230 квадратных метров. Поперечное В около 6 градусов. Хвостовое оперение самолета расчалочной конструкции. Горизонтальное оперение с изменяемым в полете углом стабилизатора имеет площадь 18,8 квадратного метра. Площадь вертикального оперения 18,5 квадратного метра. Костыль с резиновой амортизацией. Двухколесные тележки полуосного шасси в полете не убираются. Амортизация пакет из резиновых пластин. Длина самолета 24,5 метра. Четыре мотора М17Б сохраняют номинальную мощность 500 лошадиных сил до высоты 3050 метров. Винты деревянные, двухлопастные, диаметром 3,5 метра. Моторы М17Б работают на смеси бакинского и грозненского авиабензинов. Горючее заливается в четыре бака, емкостью по 1190 литров каждый, расположенных попарно в крыльях. Общая емкость 7960 литров. Самолет имеет три турельных стрелковых установки. Носовую Тур-6 с пулеметом ДА-2 магазинного питания. Среднюю и кормовую Тур-5 с поперечным движением и пулеметами ДА-2 магазинного питания. Прозрачные колпаки на самолетах были установлены значительно позднее. Нормальная бомбовая нагрузка самолета 2000 килограммов. Бомбы калибром от 250 до 1000 килограммов подвешиваются на наружных держателях под фюзеляжем. А калибры 50 и 100 килограммов загружаются в бомбовые отсеки, расположенные по бортам фюзеляжа. Балки бомбовых отсеков допускают горизонтальную подвеску 28 бомб. Управление сбрасыванием механическое. Оборудование самолета состоит из моторных и пилотажных приборов с приемниками для них. Приемы передающей коротковолновой радиостанции 11СК. Генераторов с ветрянками для электроосвещения и питания радиостанции. И бензинового компрессора для бортового запаса сжатого воздуха. Экипаж самолета ТБ-3 состоит из командира корабля и второго летчика, размещающихся рядом в открытой кабине с двойным управлением, штурмана, борттехников и воздушных стрелков, а всего 6-8 человек. Посадка в самолет производится через люк внизу фюзеляжа. Вес пустого самолета 11180 килограммов. Центр тяжести пустого самолета лежит на 30,2% средней аэродинамической хорды. Нормальная нагрузка, состоящая из горючего и смазочного, экипажа, вооружения и бомб, составляет 6020 килограммов. Отношение нагрузки к весу пустого самолета равно 54%. Вес нагруженного самолета составляет 17200 килограммов. Центровка самолета изменилась незначительно и составляет 30,8%. При нормальном полетном весе удельная нагрузка равна 75 килограммам на квадратный метр. Моторы запускаются сжатым воздухом от аэродромных или бортовых баллонов. Колеса тормозов не имеют. Самолет маневрирует на земле при помощи моторов. С нормальным полетным весом длина разбега равна 330-350 метрам. Отрыв происходит на скорости 100-105 километров в час. На крейсерском режиме самолет развивает скорость 170 километров в час по прибору. Практический потолок самолета 3800 метров. Последующие изменения самолета касались главным образом винтомоторных групп и состояли в установке моторов М-34. Значительное улучшение летных качеств самолета было достигнуто на модификации с изменением конструкции планера и винтомоторных групп. Помимо установки моторов М-34 с редуктором и нагнетателем, на самолете установлено шасси с масляно-пневматической амортизацией и костыльное колесо. Усиленное супердюралевое крыло допускало увеличение полетного веса до 23 тонн. Путем добавления двух бензобаков общая емкость их доведена до 9500 литров. На закрытых стрелковых установках использованы пулеметы ШКАС. Добавлены кинжальная и хвостовая установки. Летные данные самолета значительно улучшились. Максимальная горизонтальная скорость у Земли 245 километров в час. С поднятием на высоту скорость увеличивается и у границы высотности мотора на высоте 4200 метров достигает наибольшей величины 288 километров в час. С дальнейшим подъемом на высоту скорость падает. Остальные летные данные самолета также были улучшены. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Длина самолета 12 метров 270 миллиметров Шасси состоит из масляно-пневматического амортизатора, укрепленного подкосами и задней вилкой, которая соединена со штоком цилиндра электрогидравлического привода На случай отказа системы имеется аварийный выпуск, установленный в кабине стрелка-радиста Колесо полубаллонного типа с пневматическим торможением Костыльная установка имеет воздушно-масляный амортизатор и колесо баллонного типа В полете костыль не убирается Зимой вместо колес могут быть установлены лыжи Ширина колеи 5,1 метра На самолете СБ устанавливаются моторы М-100 мощностью 860 лошадиных сил Водорадиатор установлен впереди мотора Водомасляный радиатор расположен под мотором Маслобаки емкостью по 90 литров, установлены позади моторов В центроплане и консолях крыла размещены 4 протектированных бензобака Общей емкостью 1670 литров На самолете устанавливаются винты изменяемого шага ВИШ-22 Запуск моторов производится сжатым воздухом В средней части центроплана расположен бомбовый отсек с балками для горизонтальной или вертикальной подвески бомб Емкость бомбового отсека допускает горизонтальную подвеску одной бомбы весом 500 килограммов Или двух бомб весом до 250 килограммов На балках вертикальной подвески могут быть закреплены 6 бомб весом по 100 килограммов каждая Для обороны передней полусферы в носовой части фюзеляжа установлены спаренные пулеметы ШКАС С непрерывным питанием на 1920 патронов Стрелянные гильзы и звенья выбрасываются наружу через телескопическую трубу Спарка допускает обстрел вверх на угол до 48 градусов и вниз до 45 градусов А по горизонту в каждую сторону до 20-25 градусов Задняя полусфера обстреливается турельной установкой Тур-9 с пулеметом ШКАС Обслуживаемой стрелком-радистом Боезапас пулемета 1000 патронов Турель обстреливает по вертикали вверх угол в 25 градусов и вниз 10 градусов А по горизонту вперед 15 градусов и назад 55 градусов Стрелок-радист обслуживает также люковую установку с пулеметом ШКАС Боезапас установки 500 патронов Люковая установка обстреливает нижнюю часть задней полусферы по вертикали только вниз на угол до 70 градусов А по горизонту назад в каждую сторону по 25 градусов Броневая защита на самолете установлена только за сидением летчика Самолет оснащен всеми приборами для пилотирования как днем так и ночью Внутри самолетная связь осуществляется при помощи переговорного устройства СПУ-3 Связь с землей поддерживается приемопередающей радиостанции РСБ Для производства высотных полетов каждое лицо экипажа имеет кислородное питание Вес пустого самолета 4815 килограммов Нормальная нагрузка самолета состоит Из штурмана Летчика И стрелка-радиста с парашютами Горючего Смазочного Патронов носовой, средней и люковой установок И бомб Нормальный полетный вес нагруженного самолета 6380 килограммов При этом полетном весе центр тяжести самолета лежит На 27,6% средней аэродинамической хорды Удельная нагрузка равна 112 килограммам На квадратный метр площади крыла Самолет СБ с моторами М100А Имеет следующие летные данные Разбег самолета 300-350 метров Максимальная скорость у Земли 371 километр в час С поднятием на высоту Максимальная скорость самолета растет И на границе высотности Достигает 423 километров в час Выше границы высотности скорость убывает Высоту 5000 метров Самолет набирает за 8,6 минут Практический потолок 9560 метров достигается за 39 минут На высоте 4100 метров С полностью залитыми баками Дальность полета достигает 1350 километров Самолет СБ в свое время был лучшим скоростным бомбардировщиком Всех военно-воздушных сил Европы Свои ценные боевые качества самолет выявил Участвуя в борьбе республиканской Испании В 1937 году Где он любовно был назван Катюшей Посадочная скорость самолета 110 километров в час В целях повышения летных качеств самолета Конструктор товарищ Архангельский в 1938 году Произвел модифицирование Которое в основном состояло в установке более мощных моторов М103 И улучшении аэродинамики самолета Винтомоторная группа для улучшения обзора летчика Опущена вниз С приданием ей удобо обтекаемых форм Водорадиатор подвешен снизу к мотораме А водомасляный радиатор заменен воздушно-масляным С размещением его в крылья Модифицированный самолет имел на высоте 4000 метров Скорость 450 километров в час Другого рода модификации самолета СБ Является учебный самолет УСБ Любой боевой самолет СБ Путем замены штурманской кабины Ф-1 на кабину учебную Может быть использован для вывозки летчиков И проверки техники пилотирования Учебная кабина имеет дублированное управление самолетом И моторами И оборудована необходимыми приборами Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Двухместный одномоторный моноплан лимузин УТ-2Л Представляет собой одну из модификаций однотипного серийного самолета УТ-2 Он предназначается для использования в качестве учебно-тренировочного самолета и самолета связи Опытный экземпляр самолета УТ-2Л построен на заводе номер 115 в июле 1944 года Под руководством главного конструктора Героя социалистического труда Генерал-лейтенанта инженерно-авиационной службы Товарища Яковлева Александра Сергеевича Конструктивно самолет УТ-2Л Отличается от своего предшественника УТ-2 Следующим Кабины экипажа снабжены общим прозрачным фонарем закрытого типа Со сдвижными частями над каждой кабиной Вместо открытых кабин с козырьками на самолете УТ-2 Моторная рама удлинена на 150 миллиметров Звездообразный пятицилиндровый мотор М11Д Воздушного охлаждения с максимальной мощностью земли 125 лошадиных сил Снабжен удобообтекаемыми легкосъемными капотами Двухлопастный деревянный фиксированного шага винт Диаметром 2,1 метра На втулке имеет кок Шасси самолета и стойка хвостового колеса Имеют воздушно-масляную амортизацию И снабжены обтекателями Установленное вместо костыля Ориентирующееся хвостовое колесо Имеет автоматическое стопорение Новые колеса размером 500 на 150 миллиметров Установлены на шасси Снабжены колодочными тормозами Приводимыми в действие летчиком Механически от рычага На ручке управления самолетом Под центропланом самолета Установлен посадочный щиток С механическим управлением из кабины летчика Снят верхний бензиновый бак Емкостью 20 литров Стоявший на самолете УТ-2 Нормальный полетный вес самолета 1000 килограммов А в пилотажном варианте 920 килограммов Благодаря наличию ориентирующегося хвостового колеса С автоматическим стопорением И тормозных колес Самолет УТ-2Л Очень подвижен И хорошо маневрирует на рулении Длина разбега самолета При нормальном его полетном весе 190 метров При скорости отрыва 90 километров в час Длина взлетной дистанции До набора 25 метров высоты 620 метров Максимальная горизонтальная скорость Полета самолета у Земли 207 километров в час А на высоте 3000 метров 205 километров в час Время набора высоты 3000 метров 17,5 минут Практический потолок 4600 метров Самолет набирает За 39,5 минуты Посадочная скорость самолета С применением щитка 83 километра в час Длина пробега самолета Без применения тормозов 420 метров А при торможении 230 метров Длина посадочной дистанции С высоты 25 метров И до конца пробега При применении тормозов На пробеге 740 метров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед полетом Прими доклад от механика О готовности самолета к вылету Произведи внешний осмотр самолета Проверь, нет ли внешних повреждений На лопастях и коки винта И заметной погнутости лопастей Совмещены ли риски лопастей и кока винта Что соответствует малому шагу винта ВИШ-61Б И большому шагу винта ВИШ-105 Правильно ли закрыты замки капотов? Нормально ли давление В пневматиках колес шасси И нет ли на них повреждений Нормальную и одинаковую осадку Обоих амортизационных стоек Проверь по отсутствию крена Или по меткам на обтекателях стоек Проверь количество горючего Уровень которого должен быть На 50 мм ниже верхнего обреза горловины При полной зарядке баков Осмотри элероны Нет ли на них и на триммерах Повреждений Отклоняются ли они свободно И без люфтов Проверь хвостовое оперение Не забыты ли струбцинки на рулях И нет ли внешних повреждений На стабилизаторе, киле и рулях Осмотри костыль Не стравлен ли воздух Из амортизационной стойки Нормально ли давление в пневматике Посмотри снят ли чехол С трубки ПИТО Перед посадкой в кабину Осмотри ее и проверь Нет ли в ней посторонних предметов Выключена ли магнета Поставлены ли на предохранителей Гошетки, пушки и пулемета Не загрязнен и не поврежден ли Козырек и фонарь кабины После посадки в кабину Поставь ноги на педали под ремни Проверь подгонку высоты сиденья Для удобного пользования прицелом И прибежись ремнями Фонарь должен легко закрываться И открываться Проверь легкость хода ручки и педалей И правильность отклонения рулей И элеронов Установи триммер руля высоты В нейтральное положение Рычаги управления шасси и щитками Должны стоять нейтрально Установи бензокран В положение баки открыты Давление в сети должно быть в пределах А в аварийном баллоне 32 атмосферы Включи тумблер аккумулятора А на самолете Як-1 и тумблер шасси И проверь световую сигнализацию Выключи аккумулятор и сигнализацию шасси Включи вилки телефона и ларингофона В гнезда на микротелефонном щитке Соедини колодку на шнуре шлемофона Проверь установку фиксаторов На рабочую и запасную волну Проверь движение рычага нормального газа Рычаг высотного корректора Должен быть в положении на себя до отказа Рычаг переключения скоростей нагнетателя Должен быть в положении на первой скорости Рычаг управления винтом Дать полностью от себя Заслонки масла радиатора и водорадиатора Должны быть закрыты Установи высотомер на нуль Часы должны быть заведены и проверены Колодки должны быть поставлены под колеса Аэродромный баллон должен быть присоединен к сети Поставь шприц в положение заливка помпы И создай в магистрали Давление бензина 3,4 кг на квадратный сантиметр Переведи шприц в положение заливка цилиндров И залива всасывающую систему от 4 до 6 шприцев бензина Поставь шприц в положение выключено Установи рычаг нормального газа в положение соответствующее 600-700 оборотов в минуту Открой кран бортового баллона Включи аккумулятор И подай команду от винта Получив ответ «Есть от винта» Открой воздушный кран самопуска Подай команду «Воздух» После того, как винт сделает один полный оборот Нажми кнопку вибратора, но не более чем на 10 секунд Как только мотор начнет работать Включи магнета И закрой воздушный кран самопуска Одновременно с появлением нормального давления масла Открой инжектор дополнительной смазки мотора Прогрев мотора Производи на 800-1000 оборотов в минуту До достижения следующих температур Воды 40 или 60 градусов И масло 40 градусов В зимних условиях При разжиженном бензином масле Прогрев мотора Производи на 900-1200 оборотов в минуту До температуры Воды 40 или 60 градусов Вне зависимости от температуры масла Для ускорения прогрева Постепенно увеличивай обороты Следя за тем, чтобы мотор работал без перебоев И давление масла не превышало 11 килограммов на квадратный сантиметр По окончании прогрева закрой инжектор масла Дай команду удерживать хвост самолета от подъема И возьми ручку на себя до отказа Открой заслонки вода и масла радиаторов Опробуй мотор на номинальной мощности При нормальной работе мотора Должны быть следующие показания приборов Обороты 2600-2700 в минуту Наддув для моторов М105П и ПА 910 плюс 40 минус 20 миллиметров ртутного столба Давление бензина от 0,25 до 0,4 килограмма на квадратный сантиметр Давление чистого масла 5-9 килограммов на квадратный сантиметр А разжиженного бензином не менее 4 килограммов на квадратный сантиметр Не держи мотор на полном газе более 20 секунд И не доводи температуру воды до 100 градусов и масла до 110 градусов Сбавь газ до 2400-2500 оборотов в минуту И проверь работу магнета и свечей При работе на одном магнета число оборотов должно уменьшаться не более чем на 110 в минуту На 2400 оборотов в минуту для опробования работы винта и регулятора Переключи винт с малого шага на большой и обратно На оборотах 2200-2200 в минуту На оборотах 2200-2200 в минуту Переключи нагнетатель с первой скорости на вторую И проверь работу мотора не допуская более 2500 оборотов в минуту И переключи нагнетатель обратно на первую скорость Проверь работу мотора от левой и правой группы бензиновых баков На оборотах мотора не менее 1700 в минуту Выключи аккумулятор и проверь работу генератора по сигнализации шасси Если лампочки горят, выключи аккумулятор Тумблер на микротелефонном щитке поставь в положение прием Включи тумблер радио При полных оборотах мотора проверь сперва работу приемника Затем передатчика, производя пробную передачу После проверки радиостанции выключи тумблер радио Открой полностью заслонки вода и масла радиаторов Растопори хвостовое колесо Подай команду убрать колодки Получив сигнал колодки убраны Начинай руление Для лучшего обзора впереди лежащей местности Применяй руление змейкой Проверь действие тормозов При полном торможении и ручки взятые на себя Самолет удерживается на месте при 1900-2000 оборотах в минуту Перед взлетом проверь положение высотного корректора Рычага управления винтом и бензинового крана Застопори костыль И прорулив по прямой около 5 метров По очередным торможениям колес Убедись, что костыль действительно застопорен Температура масла и воды должна быть в пределах 60-90 градусов Осмотри взлетную полосу и закрой фонарь Плавно дай рычаг нормального газа вперед до отказа Одновременно отдай ручку от себя и подними хвост до полуопущенного положения После отрыва выдержи самолет до скорости 250 км в час и набирай высоту Убери шасси и проверь их положение По лампочкам И механическим указателям Кран уборки шасси поставь в нейтральное положение и на предохранитель Сними давление на ручку триммером руля высоты Установи 2700 оборотов в минуту А при высокой температуре воды и масла 2550 И выдерживай следующие скорости набора высоты До высоты 4000 метров 260 км в час Выше этой высоты через каждые 1000 метров Уменьшай скорость набора на 10 км в час У потолка держи скорость 190-180 км в час Вторую скорость нагнетателя включай На высоте 2000 метров с мотором М105ПФ И на высоте 3000 метров с мотором М105ПА Пользуйся высотным корректором С высоты 3000 метров для мотора М105ПФ И с высоты 4000 метров для мотора М105ПА При дымлении мотора вследствие переобогащения смеси Пользуйся высотным корректором независимо от высоты полета Рекомендуемая температура масла и воды 90-100 градусов Если температура воды поднимается выше 110 градусов И масло выше 115 градусов Затяжели винт и производи набор высоты на повышенных скоростях Давление масла при температуре до 100 градусов Должно быть в пределах 4-9 килограммов на квадратный сантиметр А при температуре выше 100 градусов Допускается понижение давления до 3,5 килограммов на квадратный сантиметр В горизонтальном полете на всех высотах держи скорость не менее 250 километров в час При изменении скорости передвигай рычаги управления газом и винтом одновременно На самолетах, имеющих штурвальное управление шагом винта Увеличение скорости произвали в следующем порядке Сперва штурвалом управления винтом Увеличь обороты мотора до величины соответствующей новой скорости А затем рычагом газа увеличь скорость полета При уменьшении скорости действуй в обратном порядке Все виды полетов, кроме высшего пилотажа и воздушного боя Производили на следующих режимах Обороты мотора 1700 Скорость по прибору 280 километров в час до высоты 5000 метров И 270 километров в час свыше 5000 метров Контролируй работу мотора по приборам, показания которых должны быть следующие Температура масла рекомендуемая 90-100 градусов Минимально допустимая 40 градусов Максимальная 110 градусов Температура воды рекомендуемая 90-100 градусов Минимально допустимая для моторов П-40 градусов И для моторов П-Ф-60 градусов Максимальная для обоих моторов 110 градусов Давление масла в пределах 4-9 килограммов на квадратный сантиметр А давление бензина от 0,25 до 0,4 килограмма на квадратный сантиметр Перед полетом произведи проверку оружия Установи шкалу прицела на 0 Проверь, не сбиты ли прицелы Для этого совмести крестик на лопасти винта с перекрестьем прицела Заряди пулемет, пушку И включи тумблер вооружения Проверь подгонку кислородной маски И присоедини шланг к маске и присоску Открой до отказа в вентиле на баллоне И приборе И проверь наличие кислорода и его поступление в маску Проверь аварийную подачу кислорода Стрелка индикатора потока должна отклониться до деления 8-10 Вылетая на боевое задание, помни, что успех полета Будет зависеть от твоего боевого мастерства Приготовь оружие к бою Сними с предохранителей гашетки управления огнем оружия И проверь освещенность сетки прицела Установи радиосвязь Произведи сперва настройку приемника Подстраивая его на заданную волну Проверив приемник, переходи на передачу И обычным голосом вызывай станцию При встрече с воздушным противником для догона его Введение воздушного боя или выхода из боя Используй максимальную скорость самолета Для этого закрой фонарь Закрой высотный корректор И установи на всех высотах 2650-2700 оборотов в минуту Установи заслонки вода и масла радиаторов в положение по потоку На положенной высоте не забудь включить вторую скорость нагнетателя Приготовься к атаке Произведи нужный маневр и смело атакуй врага Для стрельбы из пулемета нажми верхнюю кнопку А для стрельбы из пушки нажми откидную гашетку Стрельбу введи очередями не более 10-15 выстрелов В случае отказа оружия произведи перезарядку При самопроизвольной стрельбе пушки перезаряди ее Уничтожение фашистских самолетов Дело чести советского летчика Подходя к своему аэродрому поставь оружие на предохранителей И выключи тумблер вооружения Проверь давление в рабочей сети воздушной системы В горизонтальном полете на скорости 250-300 км в час выпускай шасси Для этого ручку крана шасси переведи на 2-3 секунды в положение убрано Чтобы создать противодавление в цилиндрах подъема После чего поставь ее в положение выпуск Если шасси нормально не выпускается, примени аварийный выпуск Для этого кран нормального выпуска оставь в положении выпуск Или переставь в положении нейтрально Потяни на себя рычаг аварийного сбрасывания шасси с замков После того, как ноги выпадут Открой кран аварийного воздушного баллона И проверь выпуск шасси по сигнальным лампочкам Перед началом планирования прикрой шторки вода и масла радиаторов На планировании по прямой на скорости 210-220 км в час выпусти щитки Переведя ручку крана управления щитками вниз в положение выпуск И проверь их положение Сними нагрузку с ручки управления триммером руля высоты Установив скорость планирования 200 км в час Уточняй расчет на посадку При необходимости ухода на второй круг Плавно дай полный газ По достижении скорости 220-230 км в час Переходи на набор высоты На скорости не менее 250 км в час На высоте не ниже 100 метров Убери щитки Переведя кран щитков не на уборку А в нейтральное положение И щитки плавно уберутся под воздействием воздушного потока Без заметного проваливания самолета При посадке начинай выравнивание на высоте 5-6 метров И сажай самолет на три точки На пробеге не допускай резкого торможения колес во избежание подъема хвоста По окончании пробега растопори костыль Убери щитки Осмотри посадочную полосу И заруливай на стоянку После заруливания поставь кран шасси нейтрально Перед остановкой мотора Винт ВИШ-61П оставь на малом шаге А ВИШ-105 переставь на большой шаг Переведи мотор на 450-500 оборотов в минуту До падения температуры воды ниже 90 градусов После чего увеличь обороты мотора До 700-900 в минуту Выключи зажигание И плавно дай рычаг газа на треть хода от себя Выключи аккумулятор и радио Дай указание механику самолета об устранении появившихся на самолете дефектов КОНЕЦ 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 КОНЕЦ